в первую очередь привет и вам краснодар бишкек урал балакова саратов салихард ижевск всех вас очень рад видеть как видите мазочка уже в строю разобрал подстучал молоточком все и выправил в принципе все сейчас можно ездить и строить планы для дальнейшей прокачки во вторую очередь хочу исправиться за прошлый видос показать звук выхлопа бмв после всех работ которые в прошлом видео были сделаны кстати это видео еще не все посмотрели обязательно пройдите посмотрите ну а после уже возьмемся за подвески всем приятного просмотра просто адовый звук расход сейчас точно увеличится хочется педаль нажимать снова и снова все все глубже и глубже причем при обычной здесь и вот так не нажимать звук вот обычный но чуть-чуть басовиты такой нет никаких перделок таких пацанцев но когда решишь нажать они чувствуют шишика где-то рядом значит по поводу того что делать с рычагами спасибо большое за ваше мнение я все прочитал абсолютно комментарии было три у нас варианта то есть либо ставить лимфедор либо восстанавливать старый либо ставить китай примерно плюс-минус равное количество отзывов было за все эти три варианта мол если родные рычаги восстановить правильно по технологии то будет не хуже оригинала за меньшие деньги типа можно поставить китай ходят в принципе нормально а пока там они износятся разбогатеешь там это канал уже большой будет может сможешь себе позволить оригинал без проблем ну и соответственно ли ставь лимфедор и не парься к слову лимфедор бывает тоже разный бывает индекс 01 02 то есть германский есть по-моему турецкий еще какой-то кто обладает достоверной информацией можете подсказать в коментах в общем тот который я нашел лимфедор за 6500 он был с индексом 02 то есть а нужно с индексом 01 который германский который идет именно вот замену оригинала даже если ты все найдешь как положено там вложишь там гораздо больше денег это как говорится поставил и забыл а у нас же все-таки видеоблог нужно какие-то эксперименты допустим проводить так что лимфедор или какие-то дорогие германские рычаги но это скучновато получается плюс очень легко можно нарваться на подделку так вот я выбрал два варианта во первых я купил вот посмотрите новенькие рычагочки китайские я надеюсь это не петушиный поступок смотрите просто блестят так здесь какой-то чехольчик это получается у нас правый продольный рычаг и это у нас левый поперечный рычаг на котором на котором соленблоку то это разбит вот такие вот рычажочки оба они мне обошлись 3 915 внутри 900 короче представляете один лимфедоровский какой-то не германский стоит 6 500 а тут оба рычага за 3 900 если берешь китай это уже точно знаешь что не подделка гениально так все это выглядит пыльнички все новая силикончиком все это дело побрызгаю вот эти все соленблоки так вот проверим сколько они ходить будут как они будут ходить вообще может действительно они рассыпятся там через месяц а может быть не будут доставлять таких хлопот ну и соответственно еще один вариант это восстановить мои рычаги перепрессовать там соленблоки и восстановить шаровые я считаю что это тоже будет интересно показать как это делается что это я пользовался уже такими услугами восстановление шаровых но я ни разу не видел как это делается то есть насколько я понимаю бывает несколько технологий тоже будет достаточно интересно посмотреть все это как чего там куда-то заливается какая-то жидкая резина там это что и соответственно вам это тоже показать по поводу соленблока перепрессовки там в принципе особо ничего интересного единственно там вроде как по меткам соленблок нужно прессовать ну тоже по все покажу все посмотрим осталось мне только найти мастеров которые согласятся меня пустить все там в цех или ну где все это делают и показать наглядно все это ну а сейчас можно засучить рукава и приступить уже к замене рычагов погнали кстати болты на этот раз абсолютно адекватно открутились то есть не затягивать их до потери пульса какие бы они не были самозатягивающиеся их нормально потом можно открутить были проблемки небольшие с этим болтаем ну вот наконец-то установил машину здесь вот такая подпорочка двухтонная стоит здесь тоже такая же подпорочка но и вот на подстраховке еще такая вот конструкция так вот процедура чисто вот так поднять и нормально надежно зафиксировать машину ну минут 30-40 занимает так что на СТО в этом плане удачнее они за 40 минут там я думаю рычаг снимут даже тут только вот поднял по поймал баланс чтобы машина не грохнулась на тебя и не закрыла тебя ну что первая гаечка достаточно успешно открутилась хоть я конечно и выбрал если честно самую легкую вот с помощью такой конструкции головка значит здесь нужно более глубоко видите здесь совсем небольшой зацеп у меня получился но этого было достаточно вот так она одевается так видите столкнулся значит такой проблемой вот надо открутить а у меня колеса крутятся вот и нормально тянуть не получается первый раз вообще вижу такой случай что включая в замке как видите нет а руль свободно вращается вообще где бы с этим не сталкивался везде руль блокируется без ключа в замке здесь почему-то нет сейчас получается придется сейчас накидывать колесо и опускать эту сторону чтобы открутить шаровую вот так ну ка и как это все вот так что ли все и это все что ли вот он наш солен блок который забраковали порванный ну да вот видно там сердцевина это оторвано резинки не так охотно выходит как поперечный рычаг с другой стороны конечно но все же ребят в перерывах между ремонтами я тоже конечно же смотрю youtube чик и есть один очень интересный канал называется удивительная азия об особенностях жизни в таиланде лайфхаки которые я так люблю и все 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 о жизни в азии также здесь крутейшие шоу выживший где простой парень без подготовки выживает джунглях и фишка в том что подписчики могут принимать активное участие в комментариях давать советы по выживанию в различных ситуациях кто-то выживает в холодном гараже кто-то в жарких джунглях все для вас парни подписывайтесь на канал удивительная азия передавайте ребятам привет от меня но я приступаю к установке рычагов смотрите интересный момент такой вот этот пропил присутствует какой целью интересная он здесь дело нет никаких отличительных признаков вообще что это за рычаг у меня стоял то есть никакого не номера ничего нету шаровая здесь да действительно болтает но к ней мы еще вернемся с вами и все посмотрим что там внутри как я надеюсь все получится мой план по восстановлению сайлентблок в состоянии и еще походит я даже не знаю если реставрировать этот рычаг стоит ли сайлентблок менять допустим как считаете вообще а левый поперечный рычаг у нас стоял уже с обозначениями то есть это ведь трв германия здесь бмв каталожный номер уже так скажем брендовый такой вариант ну шпильки у нас в хорошем состоянии не требуют у нее замены не ржавые они никакие выглядят отлично ну что ж примеримся здесь наживулем и здесь ставим так хочу здесь без молотка получится справиться интересно наверно маленький молоточек все-таки придется взять сейчас кстати кому нужна вот такая накладочка на передний бампер под парктрольники если надо кому обращайтесь могу подарить отлично ну и все сейчас закручиваем гаечки и дубасим приятного так когда при работе с ходовой частью все закручивается откручивается получается сейчас немножечко так притяну а затягивать уже наглухо надо на машине под нагрузкой что там все уселось как положено правильно должно быть кстати обратите внимание вот здесь болтается вот эта штучка это датчик тормозов насколько я понял я пока не знаю куда он вставляется но со временем куда-нибудь его вставим ну все один рычаг поставлен на изи вообще можно приступать ко второму кстати смотрите по оставшимся рычагам которые не тронуты с правой стороны вот тоже стоит трв германия и с левой стороны тоже германский стоит рычажочек с этой стороны делаем по такой же технологии то есть я здесь сначала на живулю смотрите виде шток туда он почему-то не залез надеюсь когда затягивать будут но немножко так на пару-тройку витков гайка накрутилась что-то я не понял все шток что ли толще чем надо не хочет залазить а сюда странно но я уже там все прочистил его дышкой побрызгал и что-то не лезет ну-ка хочется сейчас винни с той стороны пихал ну ладно ничего бывает как то у меня все равно было так запрограммировано, что снизу, шаровая снизу должна быть все, вы видите, снизу, снизу и я тоже снизу пытался ладно, все, продолжаем разговор, хорошо, что не начал тянуть от души и резьбу здесь не покосячил, вот это действительно отлично, я уже, блин и почистил, и продул компрессором, и штангенциркулем он замерил уже, 16,5 миллиметров, ну болбарцы, не сделали, а так, здесь что у нас, тоже резиновый молоточек, понадобится или не резиновый что-то оно как-то вообще целенблок там с каким-то зазором а, не, залез сейчас эта резьба туда утонет и дальше он должен уже свободно пройти вот ну все, сейчас закрутил, чтобы не болталось рычаги, сейчас накидываю колеса прокатнусь вперед-назад и буду уже затягивать, так скажем от души, да, кстати, ребят предлагаю сейчас послушать выпуск на холодную ну че сказать ниоткуда вообще нет ни намека даже на дымочек на какой-то или на конденсат там не сечет нигде ну а сейчас когда рычаги уселись на место можно уже и затянуть их от души снимать уже не стал какие тут кряхтел смотрите, такой еще момент есть про антифриз, помните, бежал хочу посоветоваться, так скажем у тех, у кого такая машина или кто вообще знает этот момент вот смотрите видите, вот это типа помпа ну, насос какой-то, да тут у нас сочится по виду она не родная здесь вообще что должно быть она вот так вот живет тут своей жизнью болтается ни к чему не прикреплена скручены провода попробую обрезать шланги продернуть и надеюсь течь прекратится но вообще что здесь должно быть вот что интересно ну что, поедем тестировать подвеску сейчас, наверное, просто сказка будет по гаражам здесь как раз сейчас и выйду как дам какой-то был стучок или бульканье небольшое такое все, уже нету сейчас выкачусь на дорогу проверю тянет ли вправо машину или нет это тоже важный такой момент по крайней мере хуже не стало, точно нет, так же так же руль вправо подтягивает ну вот, допустим прямая дорога, да не, так же вправо едем к сожалению после замены рычага машину не перестало тянуть вправо но возможно что после регулировки схождения все изменится в лучшую сторону менять сейчас балку поворотный кулак еще что-то в поиске гнутого элемента я считаю что в моем случае нецелесообразно а теперь пробежимся по популярным комментам из прошлого видео ребят, респект почти 4000 лайков это очень круто блудсукер пишет поснимай звук выхлопа на ходу жду в следующем выпуске но блудсукер как бы все показал и справился извиняюсь что сразу не показал как-то ну запарился или забыл не знаю просто что-то поехали по домам сразу и все жду вашего мнения в комментариях по поводу звука мистер малой пишет прикольный проект всем привет из Украины в Украину тоже привет спасибо что смотрите Алексей автомобилист опа и снова видосик к концу рабочего дня привет Краснодару Краснодару еще раз привет ну я всегда стараюсь выкладывать видео к концу рабочего дня чтобы вас не отвлекать ни от работы ни от учебы чтобы спокойно вы посмотрели за чайком вечерком Илья Колпаков пишет если так на Бэхе рычаги снимать будешь как колодки на Мазде то я и не завидую Илья не к Бэхе у меня особое отношение я очень бережно если честно Бэхе как-то проще даже вот даже те же рычаги рычаги я поменял особых проблем не испытал Бэху проще в некоторых моментах ремонтировать чем Мазду так скажем Дмитрий Дмитриев пишет Ром респект возьми еще у Мишани Ренжа так думаю ты сотку подписчиков нагонишь смотрю тебя из-за того интересно что дальше с проектом что-то я присматриваю конечно может быть у Миши что-то куплю не знаю в данный момент сами понимаете тоже на этом нужны деньги сейчас решаю финансовый вопрос и на канале обязательно будут еще проекты у Миши я буду покупать или не у Миши я еще не знаю как получится а так с удовольствием с огромным вообще к Мишане бы летом съездил по поводу или без повода вообще просто повидался бы нормально уже спокойно обстановки надеюсь когда-то это случится так дневник Годзиллы пишет Ромка молодец как всегда лайк земели всем землякам особый привет такие вот комменты ребят пишите еще все обсудим с вами все решим с нетерпением жду ваших мнений лайков ну и конечно же новых позитивных подписчиков на канале и в завершении хочу вам показать одно любопытнейшее местечко близ Новосибирска сам только недавно узнал об этом водоеме и конечно же не смог проехать мимо пока пока субтитры Субтитры сделал DimaTorzok